Это образовательно-патриотический проект, рассчитанный на учащихся вторых и седьмых классов. Инициирован он Федерацией космонавтики России и Федеральным агентством Роскосмос. Проводится Олимпиада уже в четвертый раз. В 2011 году в Олимпиаде приняло участие всего 300 человек. В этом году уже принимает 48 тысяч детей. Сейчас на Олимпиаде намного проще, чем в прошлом году. Легкая она, потому что вопросы там достаточно простые. Как называется наука, которая изучает, пока она только ищет? Внеземные цивилизации. Экс-биология. Внешняя биология. Это было очень просто. Нужно было только вспомнить, что означает проставка экза греческого. Основная цель Олимпиады, это, конечно же, увековечить в памяти всех наших россиян величайшие события современности. Это первый полет человека в космос. Увековечить его имя первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Вторая задача, конечно, это воспитывать у детей дух победителя, который сегодня так необходим в нашей стране. Для того, чтобы наша молодежь воспитывалась на подвигах Гагарина, Титовой и других. Поэтому и Олимпиады нужны, чтобы молодежь взрослела быстрее, повышала свой технический вообще уровень, уровень знаний, для того, чтобы человек чувствовал себя более уверенным. Ведь когда победил он, на любых соревнованиях, человек становится самообеспеченным в смысле, твердым в своем «я». «Я». Редактор субтитров А.Семкин